Девушки отдыхают На Среднем Бурале было очень, просто на редкость, очень спокойно, но при этом крайне интересно сегодня в программе. На московском тракте в дорожной аварии погибла целая семья, молодые муж с женой и их шестилетний сын Женя. Пятнашка, вылетев навстречу, врезалась в фуру, которая везла из Тагила в Москву металлическую стружку. В пятом часу утра на заезд на Кольцовском тракте с огромным пистолетом наперевес ворвался по грязь в долгах пролетарий и похитил 12 тысяч. Пойманный грабитель привел полицейских в свою избу, в которой хранился огромный оружейный арсенал, в том числе гранаты и взрывчатка. Наконец-то полицейским удалось излобить перо из охотников за быстрыми деньгами в Екатеринбурге. 25 октября этот гангстер, бряцая пистолетом или торопом, похитил почти 32 тысячи быстроденег. Уж не тот ли этот рассвестит, грабивший денежные точки брыжем по реке? В избесте кухонный боксер выгнал жену на мороз, облил себя растворителем и поджег. С почти полностью обугленным телом самоубийца попал в больницу. А между тем Екатеринбург по ночам избавляется от сугроба после снегопада. Как всегда, центр города в шоколаде, правда горьком, с преместью 139 тонн солевых противогололедных реагентов. Спальные районы по-прежнему в снегу, по-самой не хочу. Сегодня помощник депутата от партии пенсионеров Дмитрий Максимов, который якобы ездил пьяным за рулем рейндж-ровера и благодаря своей инвалидности избежавшей административного ареста, в интервью того заявил о том, что сам он не рулил. Он просто пытался выгородить своего шофера, чтобы того не посадили. Ну а теперь обо всем этом и многом другом наш программе подробно детально. В первую очередь жуткая автокатастрофа, убившая всю молодую семью.